Мы возвращаемся на землю пульса и мглы, чтобы можно было немного перемотать назад. До того, как была проведена перекраска твоего улья и до того, как была проделана та таинственная дыра. Блин, как вообще проделали эту дыру? Её проделал Каркет, когда запустил проклятую программу на АТ-Эйч от двойного Армагеддона, и его компьютер взорвался. Вот что случилось, мы это увидим позже, это будет потрясающе и неожиданно. Каркет, разберись с ворчливым посетителем. Ты отправляешься вниз и встречаешься лицом к лицу со своим хранителем, что является другим термином для ужасающего зверя, известного как «Lusus Nature». В переводе с латинского «Ошибка природы». Твой Лусус приглядывал за тобой с тех пор, как ты был юным, заменяя любых биологических родителей, которых ты никогда не знал. Никто из юных травей не знает своих кровных родителей, равно как для них невозможно точно отследить своё происхождение. Взрослые тролли предоставляют свой генетический материал в бёдрах потомства, которые собирают имперские трудни и преподносят их матери личинки, находящиеся глубоко под землёй в пещерах выводка. Затем она смешивает весь генетический материал в дьявольскую кровосмесительную суспензию и откладывает сотни тысяч новых яиц единовременно. Из яиц вылупляются юные тролли-личинки, которые уползают в поисках удобного сталактита, чтобы сплести свои коконы. После окукливания юный тролль со своими новенькими конечностями проходит через серию опасных испытаний. Если они выживают, они избираются одним из разнообразных и ужасающих подземных монстров, населяющих Альтернию. Это существо становится лусусом тролля, и вместе они отправляются на поверхность и выбирают место для строительства улья. Процесс строительства облегчается дроидами-плотниками, оставшимися на планете для обслуживания молодняка. Но только для строительства. Во всём остальном они сами по себе. Подавляющее большинство взрослых троллей находятся вне планеты, выполняя некие роли в силах продолжающегося имперского завоевания, осаждают другие звёздные системы во имя славы Альтернии. Культура и цивилизация на их родной планете разрабатывается почти полностью молодняком. Тролли и вправду странные. Ты ввязываешься в домашнюю драку, пытаясь успокоить своего няньку-агрессора. После кучи пинков, шума и скреждания зубами и панцирем, ты просто вытаскиваешь из холодильника несколько кубиков охлаждённой икры и успокаиваешь монстра. Во троллее хранителя особое соглашение о созависимости. Лусус ведёт себя как пожизненный телохранитель, опекунь или что-то вроде примитивного учителя, в то время как юный тролль должен учиться служить кем-то вроде хранителя зоопарка. Мы решили согласиться на том, что этот конфликт недостаточно серьёзен, чтобы служить основанием для подробного рассмотрения или для включения музыкального аккомпанемента. Мы также пришли к соглашению, что хотя было бы довольно мило иметь какую-нибудь музыку, это скорее всего звучало бы примерно вот так. Мы решили послушать эту композицию, закрыв глаза и представляя то, что могло случиться. Ух ты, и в самом деле было прекрасно. Ну да ладно, идём дальше. Вообще-то мы так торопимся, что можно было бы сказать, что надо бежать. За двоих. Ага. Там стоит довольно крутой чувак, да? Некоторые, похоже, считают, что он крут. Иногда. Он полагает, что они правы. В смысле, может быть. Могут и так сказать. Вообще-то знаешь что? Они правы. Этот парень просто зажжённая бомба в коробке с опасным барахлом. К чёрту ненавистников. Короче, он стоит весь такой спокойный, ведь, как известно, крутые парни иногда так поступают. Когда они хандрят и не лечат мигрень или ещё что. У крутого чувака вроде этого, возможно, есть крутое имя. Или, по крайней мере, имя, которое не абсолютно отсосно. Может быть просто имя, которое заставит тебя немного съёжиться, но, наверное, ты сможешь с этим справиться, если надо. Это всего лишь имя парня, оно же не имеет особого значения. Кого волнует-то? Но он, скорее всего, просто так не скажет тебе его, если ты попросишь. Он для этого слишком угрюмый. Вообще-то этот парень, возможно, думает, что у тебя есть характер и, возможно, не желает иметь с тобой дела вообще. Ты всегда можешь попробовать угадать его имя. Но вместо этого, вот тебе идея получше. Почему бы тебе не отъеваться и не пойти нахуй? Вот, назови лучше эту идиотскую девку. Ладно, как её зовут? Погоди-ка. Да вы шутите. Похоже, мы возвращаемся обратно к другому парню. Опять. Ладно, подожди. Похоже, что этот крутой угрюмый чувак передумал. Он довольно плохо себя чувствует из-за этого срыва с ручки. Словно бы дерьму было абсолютно наплевать на ручку. Дерьмо захотело бы помириться с ручкой и, возможно, поискать семейные консультации. Так, каким будет его имя? Введите имя. Твоё имя Solux Captor. Ты настоящий маньяк компьютеров и ты знаешь все коды. Все их. Ты непревзойдённый специалист пчеловодческого сетистроения. И хотя все твои друзья признают твои непревзойдённые достижения абсолютно охрененного хакера, ты чувствуешь, что мог бы быть лучше. Это одна из нескольких вещей, из-за которых ты занимаешься самопичеванием без особых на то причин. Во время спорадических и истощающих биполярных колебаний настроения. У тебя влечение к двойственности. Как в логике, так и в жизни. Твой мотантный разум преследует психические крики безвременно усопших. Твои видения предвещают смутную угрозу аннигиляции планет. И тем не менее, в отличие от обычно лишённых пророков Рока, ты одарён двойственным видением. Пока что. Ты разработал новую игру, адаптировав её с помощью кода, проанализированного из руин и иероглифов в древнем подземном храме. Ты веришь, что эта игра станет средством спасения твоей расы, хотя ты всё ещё не уверен, как именно. Чтобы удостовериться в успехе, ты распределишь игру между двумя командами друзей. Красной командой и синей командой. Ты поведёшь последнюю. Твой тролльник – двойной Армагеддон. И ты имеешь склонность в фиг-2 говорить с небольшим шепелением. Что ты будешь делать? Солокс, экипиру метательные звёзды в боевой способус. Зачем тебе это делать? Высокоуровневому псионику нет нужды устанавливать конкретный способус. Солокс, брой звёзды в сторону способуса. Ты быстренько расправляешься с способусом и... О боже! Один из твоих улевых компьютеров. Кремниевые соты были разрублены твоим глупым манёвром. О чём ты вообще думал? Рабочие пары взлетели и начали вытанцовывать злобные сообщения тебе на бинарном пчелином коде. Солокс, попробуй мёд. Нет! Ты ни при каких обстоятельствах не станешь есть мёд разума. Последствия крайне неприятны. Ты разводишь этот мёд для своего лусуса. Он помогает ему не быть абсолютным идиотом постоянно. Всего лишь большую часть времени. Солокс, успокой этих пчёл. Пора спать. Солокс, приступи к работе за компьютером. Ты всегда по самому уши в новейших и крутейших играх. Трудно ходить по твоей берлоге, не раздавливая их. И каждый раз, как такое случается, ты материшься и вынужден выращивать новую с нуля. Или просто спиратить её, наверное. Но сегодня не ночь для игр. Ну ладно, собственно, это и есть ночь для игры. Но только одной конкретной игры. И эта игра не шутка. Она безумно злоебучая. Солокс, завербуй лидера команды. Двойной Армагеддон начал троллить гильотинового калибровщика. Ты хочешь быть лидером одной из команд? Ты имеешь в виду для твоей игры, которая спасёт мир? Ага. Ладно, я выбираю красную команду. Хорошо, я вообще-то не говорил ничего о красной команде, или что команд две. Ну два ладно. Очевидно же, что ты собирался сделать красную и синюю команды, признай. Ты не знаешь, что я собираюсь сделать. Прекрати вести себя так, как будто ты можешь читать мои мысли. У тебя нет этой способности. Твоя сила в том, что ты слепа. И обманываешь всех об этом. И, наверное, в том, что ты, в общем, сообразительная и довольно порядочная. Но именно поэтому я и выбираю тебя, а не какого-то другого грёбанного глупца из этого списка дебилов. Солокс, спрашиваю тебя. Ты же мистер Яблочный Черничный Взрыв. И все знают, что это твои любимые вкусы. Хотя ты и бежишь противной горчицей. Что странно. Может быть, во мне больше, чем ты думаешь. Может, я не копытная тварь с двумя трюками, за которую ты меня хочешь выставить. Может быть, я просто хочу оставить в покое фишку с красным и синим для разнообразия. И не делать всё вот так. О, смотрите, это же тот предсказуемый гондон с теми двумя дурацкими цветами. Просто поразительно, как же все его ненавидят. Может быть, красный и синий не так уж хороши, и я их вдруг начну ненавидеть. Об этом ты не подумала? Может быть, я скорее настроен на баклажанового парня, плюс тот гнилостный цвет, которым ты пишешь. Что это вообще? Бирюдовый? Может быть, я от него становлюсь бирюзовым? Может быть, новым названием для этого цвета будет «Летний туман говноедва». Это ты рассматривала? Но я остановлюсь на красным и синим. Так что, может быть, тебе стоит смириться с этим. Может, может, может. Может быть, может, это дурацкое слово? Может быть, это большое, может, над которым нам всем стоит задуматься сегодня? Над рюмочкой чая и завали хребальника. Значит, ты думаешь, что я сообразительная? Ага, я так думаю. Выбирай, кого хочешь для красной команды, а я поведу синюю команду. Я скоро пошлю тебе закачку. Поговорим позже. Подожди. Может, тебе сначала стоит рассказать мне побольше об игре? Каким именно образом мы спасем мир? Я еще не знаю. Я просто знаю то, что я видел в своих видениях. Миру придет конец, и наша раса погибнет. И именно так мы спасем ее. И едва меня поддержит. Так что не надо много сомневаться в этом. Я к тебе не сомневаюсь. Я думаю, ты прав. По большей части. По большей части? Что это вообще значит? Ну, ты говорил, что скоро тоже умрешь. Я погибну. В смысле, мы все погибнем. Но особенно я. Мою задницу разделают под орех дважды. С двойным эфердием. Словно два чудвака на острове двудворецких. И их перерабатывает двоециамская близняшка-проститутка. Но прежде чем я погибну, я стану слепым, как и ты. Это должно случиться так. Я не уверен, почему. Но я думаю, это типа... Выполнение каких-то требодваний для истинного пророка-рока. Чтобы видения были верными, это должно случиться, и вселенная об этом позаботится. Типа вот так пророк зарабатывает свои полоски на погонах. Тем, что он слепнет. Вроде как ангел зарабатывает свои крылья. Что такое ангел? Какой-то ужасный мифический демон. С такими ужасными пернатыми крыльями. Фуууу. Пространство парадоксов использует их, чтобы возвещать о конце. Каким образом оно узнает, какого ангела использовать? Чего? Так что два. Мы все сдохнем, но особенно я в конце этой истории. Но... Не пойми, это неправильно. Но каким образом ты абсолютно в этом уверен? Откуда ты знаешь, что некоторые из настоящих твоих людей не спутываются с... Эм... Примерно так, как ты сам к себе относишься? Что ты имеешь в виду? То, как ты становишься депрессивным и постоянно становишься жертвой чего-то. И то, как иногда ты иногда думаешь, что ты отстоен, хотя это не так. Может быть, это затуманивает твои видения? Ладно. Это просто личные частные эмоциональные проблемы, и я с ними справлюсь. И, честно говоря, я бы предпочел, чтобы ты не швыряла мне это прямо в лицо при каждой грёбанной возможности. Словно это большое цирковое представление для тебя, и это твой особый клоунский пирог. Видишь, господи, такой чувствительный. Серьёзно, поговори с два, она подтвердит всё. Вы с ней довольно крепко ладите, верно? Теперь уже нет, увы. Она была гораздо веселее. Но теперь разговаривать с ней, я не знаю. Почему-то это всегда меня расстраивает. Хм. Ладно, сегодня нам не до веселья. Тут всё серьёзно. Просто безумно. Мы в самом засранном говнистом городе. Иди ты со своей говнистостью. Я офигенно зажгу, и ты меня не остановишь. Отброс из синей команды. О, чёрт. Ну ты нардвалась, лошара. Это... Ладно, это было абсолютно бессмысленно. Зачем это вообще? Кем бы ты ни была. Солкс, разберись с восставшим апокалипсисом. О, оставший апокалипсис начала троллить двойной армагидон. Ты выбрал команды? Всё ещё работаю над этим. Но два, более-менее. Мы все скоро будем играть. Я так полагаю, покинем это пространство. Именно это случится, верно? Да. Итак, полагаю, ты будешь весьма счастлива, когда мы выберемся отсюда. Я этого не знаю. О, можешь ли ты, по крайней мере, оставить позади голоса? Этого я также не знаю. Разве это не депрессивно? Мысль, что они могут остаться с тобой до твоей смерти. Совсем нет. Я нормально к этому отношусь. Я нормально ко многому отношусь. Даже к нашему неизбежному провалу. Хотя он ненадолго будет замаскирован под победу. Ну, нихрена себе! Это было ещё более депрессивно, чем то, что ты только что говорила. Треди была права. С тобой в эти дни невозможно общаться. Она была во многом права. Ух ты, какая таинственная вещь. Я так заинтригодван. Сделай одолжение и избавь меня от твоих жутких загадок сегодня. Ты меня несколько выводишь из себя. Но тебе нравится говорить со мной. Это факт, а не вопрос. Они мне сказали это. Ах, значит, твои источники говорили. Передвай им сообщение от меня. Скажи, пусть пойдут попреследовать мою большую костяную шишку. Почему тебе нравится говорить со мной? О, ну я не знаю. Может, потому что мы должны спасти мир вместе? А ещё я говорю с собой потому, что если ты не заметила, я презираю себя и постоянно стремлюсь дублировать через эмоциональную боль какофонию физической боли, которую мой отвратительный и мутантный мозг причиняет мне каждый день. О боже, я только что совершил прорыв! Спасибо тебе большое за это! Это было превосходно! Это была шутка. Здесь ты должна написать ха. Ха. Теперь напиши снова. Ха. Ну вот, ты теперь официально считаешься душой вечеринки. Ха-ха. Я только что заснял постыдное видео, где ты разошлась. Блин, я очень надеюсь, что этот сочный кусок не попадёт в интернеты. Солукс, вообще-то я хотела бы, чтобы это произошло, если это тебя обрадует. Хорошо. Спасибо, что сказала это. Кажется, ты постоянно расстроен и зол. На что похожа злость? Я забыла. Ты хоть как два-нибудь длилась? Я не помню, чтобы ты злилась хоть на что-то. Может быть, я никогда не злилась. Я чувствую, что вообще-то было. Однажды. Почему ты не спросишь Карката? Он гораздо злее меня. Если уже на то пошло, почему ты не займёшься его случаем вместо меня? Я думаю, что его злость служит более великому назначению. Это часть его судьбы, а значит и нашей. Она поможет ему подорвать его собственные планы, которые по большей части противоречат более глобальному назначению и посеют семена нашего провала. Провала, который, какая ирония, окажется критически важным для нашей миссии. Если ты думаешь, что мы проиграем, так почему это тебя не злит? Ты не злеешься на голоса, которые постоянно посылают тебя идти вслепую по этому пути? Они никогда не врали. Так всё и должно было быть. Я должна быть честной до конца. Хотя я никогда не врала, но не договаривала. Эта игра не спасёт мир. Какого хрена? И хотя это очень важно даже при нашем провале, к сожалению, это гораздо ближе к служению инструментом гибели нашего народа, чем его спасение. И 12 нас будут выполнять роли одновременно и пешек, и дирижёров великого уничтожения. Так два я больше не хочу играть. Но ты будешь. Нахрен, смотри. Сейчас я это говно вычищу. Ты только глянь. Я его всё вычищаю, как игры двое, блять, горничное. Это не остановить. Метеоры уже летят. Ты это знаешь, Солукс. Тво кого это волнует? Вырыдваю личиночные трубки из этой переколотой стервы. Я скажу лидеру красных, чтобы забыл обо всём этом. Я прекращу быть лидером синей команды. Если хочешь тащиться через эту мрачную фантазию в одиночестве, то флаг тебе в руки. Вообще-то ты никогда не должен был стать лидером команды. Который, кстати, входит первым. Ты издеваешься надо мной. Ты же понимаешь, что я тоже псионик. Я могу вытащить столько странного дерьма из своей спинной расщелины, что у тебя голодва будет кружиться, словно дервиш в ебочем блендере. Так что слезай со своей высокой копытной тадварью. Я поднимаюсь. Чё? Поднимаешься ку-2? Алё? Солукс, отмени. Двойной Армагедон начал троллить гильотинового калибровщика. Эй, ланы меняются. Мы больше не играем в эту игру. Можешь не волна двадцать о наборе игроков. Прости, что потратил твоё время. Я больше не лидер. Как это лидер? В самом деле? Он был такой гневный, так что я позволила ему быть лидером красных. Ладно. Это было довольно предсказуемо. Ну два ладно. Я поговорю с ним об этом. Что происходит? Ничего. Эта игра говно, едва просто несёт херню. Извини за это. Хм? Двойной Армагедон начал троллить концерра кинетика. Эй, планы меняются. Мы больше не играем в эту игру. Эй, так отдайся, кто лидер красных. Я лидер. Именно я. Твой план по колечню команды противников провалился. Я знаю. Она мне уже сказала. Мне пледовать. Эта игра плохая. Она приведёт козу света, а не остановит его. Так что забудь. Просто возвращайся к тому, что ты там делал. Написанию своего дерьмового козла или ещё чего. Ха-ха-ха-ха. Ты так жалок. Это ещё одна хилая попытка ослабить своих оппонентов. Терзи и я уже установили подключение, и мы отлично идём. Мы прекрасная команда, а я прекрасный лидер. Мы эту игру сделаем влёгкую, пока твоя команда будет продолжать спать на брюхе. О, господи. Нет, какой же ты идиот. Твоя не волнует меня больше эта игра. Я просто вышел. Я не играю. И тебе не следует. Поразительно. Ты либо очень настойчив с этой совершенно явной убавкой, либо просто настолько жалок и некомпетентен. Ни тот, ни другой случай не заслуживает моего уважения или моей дружбы. Вообще-то знаешь что? Дружба отменяется. Это официально. Пока-пока, дружба. Ой, два как будто ты этого не говорил уже где-то с миллиард раз. Ты вообще не в положении, чтобы задавать вопросы о моей компетентности. Ты худший программист из тех, что я как два-либо видел. Ты абсолютно ничего не знаешь о компьютерах? Так зачем вообще пытаешься? Единственное, что ты можешь хорошо делать, это орать и совершать огромные ошибки. И быть уродливым и жутким по всем параметрам. И иметь маленькие дурацкие тупые рожки. Честно говоря, я не вижу что такого великого в твоём программировании или хакерстве. Что вообще такое хакер? Просто какой-то чопорный мудазон в фильмах, который делает ненастоящую фигню или подделывает слова. Это же даже не настоящее призвание. Просто какой-то дебильный титул, которым ты сам себя наградил, чтобы чувствовать себя хоть чуточку менее тошнотворно. О нет, опять с тобой детские обзывательства. Мне не нужно ничего доказывать тебе. Я великий хакер. И точка. Нет, теперь это всё ясно. Ты всё это время был обманщиком. Что этот бессмысленный код, который ты написал, вообще делает? Это всё бред. Вроде блефы. Ты просто говоришь, о, Каркат никогда не поймёшь, что за хуйнё я написал. Потому что он слишком тупой, чтобы разобраться. Ну так ты попался. Котов поспорить, эти вирусы вообще ничего не делают. Подожди, Кей-Кей. Котов поспорить, что если я их запущу, то вообще ничего плохого не случится. Может даже лучше производить силы своего компьютера. Нет, не смей. Как насчёт этой идиотской программы с красным и синим кодом, которые вообще бессмысленно перекрашивать? Что это вообще значит? Это ещё одно твоё кидалово. Почему бы тебе не запихать какую-нибудь дерьмовую картинку в файл и не притвориться, что это код? О, господи, не запускай это. Я серьёзно говорю. А чё случится-то? Я в этом не уверен, но будет очень, очень плохо, если ты просто не угомонишься. Ага. Ты даже хорошую ложь не можешь придумать, когда я тебе на неё тыкаю. Твой блеф отменяется. Я компилирую её, пока мы разговариваем. Запустится автоматически, когда закончит. А теперь мне надо пойти уделить внимание кое-чему снаружи, потому что Терези прямо сейчас делает что-то непроизносимо дурацкое. Ой, забудь, что я это сказал. Это частная информация. Ты найтупейший личинка-ёб на всей планете. Я гарантирую это. До скорого, придурок. Кей-кей, не запускай этот код. Алло. Компьютер, концерра, генетика взорвался. Ты сильно испуган абсолютно неожиданным взрывом. Каркат и его друзья, и все, кого они когда-либо встретят в дальнейшем, испытают на себе великую неудачу, вызванную проклятием, нечаянно наложенным эзотерическим вирусом двойных переплетающихся лент Мёбиуса, написанным Солксом. Лусус каждого из троллей вскоре погибнет. Все их протоспрайты, кроме одного, будут прототипированы мёртвыми лусусами. Каждый из них ещё до входа в медиум. После входа они испытают горькую сладость встречи с созданиями, когда ядра вылупятся, запустив метаморфозу спрайта. Впервые в жизни тролли получат возможность провести вербальные диалоги со своими хранителями, и те будут направлять их во время путешествия. К сожалению, низшие бесы и воюющие королевские пары также получат преимущество атмосферозных прототипирований. Каждый спрайт, кроме одного, будет прототипирован единожды. Игроки быстро поймут, что как минимум одно прототипирование на игрока до входа в медиум, абсолютно обязательное для успеха в целом. Дополнительное прототипирование до входа всего лишь усиливает их врагов безо всякой пользы. У игры нет чёткого правила, требующего что-то мёртвое для прототипирования. Но исходя из практики, протоспрайтов особо привлекает мёртвые или обречённые. В каждом сеансе из когда-либо сыгранных исключений из этого принципа чрезвычайно редки. Солукс, оплакивай. Зачем ты послал каркуту этот код? Это была такая плохая идея. Ты полагаешь, что это был хвастливый жест, чтобы твой друг стал более высокого мнения о тебе. Но зачем ты щеголял своим превосходящим навыкам, чтобы добиться этого? Это было глупо. Тебе надо стереть все эти умные вирусы, которые ты написал со своего компьютера, и не могут принести только ещё больше проблем. Солукс, удали. Удаляя папки с вирусами, ты останавливаешься на странном файле, который у тебя завалялся. Ты и не описал этого вируса. Ты его скопировал с тёмного сервера, лежащего далеко за глобальной сетью твоей планеты. Это приложение постоянно запущено на том сервере. Это чрезвычайно простая программа на ATH, и её основной цикл привязан ко времени жизни вселенной. Когда вселенная умрёт, будет выполнена таинственная подпрограмма. Ты никоим образом не можешь узнать, что делает эта подпрограмма. Она запускается на защищённой части сервера. Она абсолютно недоступна для взлома. Ты удаляешь файл, но толку от этого немного. Программа уже где-то запущена. К счастью, какой бы вред она не нанесла, это случится через много миллиардов лет. И даже тогда, какой урон вирус может нанести после кончины вселенной? Этот файл всегда казался тебе весьма странным. Но Соукс даже с двойственностью своего зрения не имеет удобств нашего вездесущего восприятия. Будучи выполненной под программу предзовёт неразрушимого демона в только что опустевшую вселенную, Эта монструозная сущность со способностью путешествовать через время очень мало обеспокоена своим прибытием уже после великого уничтожения. У него есть целый труп, почивший вселенной для своих прихотей. От самого её рождения через её расширение и сужающееся увядание. В реальности, которую он, как известно, выбрал для истребления, он займётся сбором последователей из разных эпох и даже зайдёт так далеко, что установит параметры своего будущего призыва. Соукс не мог знать, что вирус по сути формальность. Демон уже здесь. Похоже, что твой лусус чем-то взволнован. Ты ему дал уже его сегодняшнюю порцию мёда. Если он думает, что сможет получить больше, то значит просто жадничает. Ты задаёшься вопросом, что его может беспокоить. Ты держишь своего огромного бициклопа прикованным на крыше своего коммунального ульестебля. Только там ему хватает места. Ежедневные дуэли с ним во время кормёжек – обычное дело. Будь другой девочкой. Ты теперь другая из пяти девочек. Прекрати быть другой девочкой. Ты больше не другая девочка. Равно как и не одна из пяти других, если уж на то пошло. Как зовут этого чувака, сидящего на четырёхколёсном устройстве? Видите имя. Тебя зовут Таврос Нитром. Как известно, ты сильно привязан к волшебным сказкам и фэнтезийным историям. У тебя сильные способности общения с множеством существ Альтернии. И этот навык ты тратил на ловлю и тренировку множества из них. Они все твои друзья. А также твои воины, которых ты стравливаешь в битвах посредством различных связанных с ними карт и ролевых игр. Раньше ты участвовал в различных форумах более экстремальных ролевых игр с некоторыми другими своими друзьями. До того, как произошёл несчастный случай, тебе нравится заниматься практикой возвышенного альтернианского слэма. Возможно, наиболее древний, наиболее почитаемый и, разумеется, самой свежей формой искусства в богатой истории твоей планеты. Ты глубоко увлечён концепцией полёта, а также всего, что относится к этой теме. Ты веришь в фей, хотя они и не настоящие. Твой тролльник... Адьёс, Турадор. И ты... Эм... Говоришь в несколько... Неуверенной манере. Что ты будешь делать? Тавр, спереди к делу и немедленно сыграй в карточную игру. Ты сходу начинаешь оживлённый матч довереждения с единственным твоим другом, с которым ты можешь играть лично, твоим Лусусом, Синкербулом. Ты бросаешь взгляд на удачный набор карт, который ты сам себе сдал, и выдаёшь злорадную улыбку. Учитывая, что плюшевый носитель готов, ты быстро бросаешь огонь и бомбу, и застаёшь своего противника врасплох. А-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Увеличивая свои жизненные показатели. Харсарони перекусил и рвётся в бой. Осторожнее, Синкербул! Таврос, Харсарони, порождающая техника боя, сонные приятели. Ты используешь свои превосходные способности общения со зверьми и сгибаешь волю яростного жеребца под себя. Синкербул не может вытерпеть интриги. Пора спать. Все победили. Харсарони получает кучу уровней. Скоро он будет готов к размножению, и ты сможешь перевести его в племенные жеребцы. Хорошая игра, ребята. Это было очень весело. Ну а теперь, наверное, пора заняться чем-нибудь другим. Таврос, заезжай на рампу. Именно так ты добираешься до своей восставанны, когда настаёт время отдохнуть. Довольно муторное занятие лезть внутрь и выбираться из неё. Таврос, запрыгивай. Ты не можешь слезть с неё целиком из-за своих огромных рогов. Из-за этого бывает трудно крепко заснуть. Ну, прекрасно, теперь ты покрыт слизью. Зачем ты это сделал? Придётся переодеваться. Можно сказать, ещё один час спустил в трубу. Вот блин. А теперь твоё четырёхколёсное устройство съехало с рампы. Такое часто случается. Таврос, возьми копьё. После основательной уборки и множества ползаний по твоему помещению для отдыха, ты подбираешь турнирное копьё. Тебе нравится тренироваться в турнирных поединках снаружи. Однажды ты надеешься доказать, что достоин набора в ряды ужасающих имперских кавалерийских жнецов. Это если учесть, что тебя не сразу же занесут список кандидатов на отсеивание из-за твоей инвалидности. Или просто по какой-нибудь произвольной причине. Таврос, полюбуйся плакатами. Ты подкатываешь к своему любимому плакату с Пупа Пеном, который является твоим любимым персонажем. Ты всегда мечтал, что однажды отважный юный Пупа прилетит и заберёт тебя отсюда. И вместе вы будете летать по прекрасной райской планете-легенде, на которой полно причудливых вещей. Вроде пиратов, сокровищ, жестокий злодей с отрубленной рукой и одним глазом. И все эти странные пришельцы, называемые индейцы. Ты оставлял своё окно открытым с самого юного возраста. Просто на тот случай, если Пупа залетит в одну из ночей и решит бросить щепотку особой звёздной пыли тебе в лицо. Это увлечение появилось у тебя гораздо раньше, чем произошёл тот несчастный случай. Не паралич вызвал у тебя желание быть способным летать. Это было бы глупо и бессмысленно. Хотя паралич вызвал у тебя желание быть способным ходить. Далеко в будущем. Во время вашего путешествия в какой-то момент тебе приладили крутую пару робонок. Их построил для тебя тот парень, которому нравится строить роботов. Но потом ему нравится ломать их ещё больше, чем строить. Обычно именно для этого он их вообще и строит. Хотя изредка он позволяет филантропии одолеть мизантропию. Тебе очень повезло, что у тебя есть друг, который не против немного запачкать руки ради твоего блага. Друг с цепной пилой. Парень, которому нравится строить роботов, просто стоял рядом и смотрел. Всем всегда становилось неудобно, когда он просто стоял рядом и смотрел. И снова гораздо ранее. Но до того времени тебе приходилось кататься на своём колёсном устройстве по различным мирам в медиуме. И переносить всякие глупости, связанные с твоей инвалидностью, которые мы не увидим из-за их огромного количества и несущественной важности. Просто так. Ух ты, вот смотри, что происходит, когда ты забываешься и размышляешь о будущем. Начинают накапливаться сообщения. Таврос, разберись с паучьей хваткой.